Привет, друзья! Сегодня мы делаем обзор на шотландский купажированный виски Black Battle, канал Женя Пьет Ну что, я думаю, что мы сразу сейчас достанем этот вискарик из вот этого кофра Нальем его и дадим ему подышать, потому что виски у нас хоть и смешанные, но у нас абсолютно новая бутылка, мы ее только что открыли Ух ты! Уже интересно! Уже интересно! Вот так вот, я думаю, нальем Блин, и по цвету интересно! Я вот редко, когда обращаю внимание на цвет напитка Но в данном случае, в данном случае мне это прям нравится Мне это по цвету напомнило, знаете, портвейн Вот, кстати говоря, дегустаторы любят говорить о цвете, а мне вот о чем хочется сказать Вот о кофре, в который убран этот Black Battle Вот кофр, мне кажется, немножко каким-то, ну, слабоватым, что ли, по стилистике Не знаю, мое личное мнение В то время как, вот, например, сама бутылка мне очень нравится То есть, вот, дизайн бутылки, я считаю, уникальным, великолепным Вот, ну, отличительная особенность Кстати говоря, как вы видите, у нас на столе сегодня стоит кальян Этот выпуск мы снимаем совместно с моими друзьями Хука за хука Ссылочка будет внизу в описании Поэтому подписывайтесь к ребятам Парни делают обзоры кальянов Некоторые виски-снобы могли бы мне, наверное, сейчас сказать, да, что это такое кальян И виски, как бы, ну, не совсем совместимые вещи То есть, здесь, наверное, подошла бы больше такая солидная сигара, да Присланная из царства Фиделя Кастро Но, знаете, что я скажу У нас, как бы, не логоволен стоит на столе, да Там какой-нибудь, я не знаю, эксклюзив, эдишн Вот, а всего лишь Black Battle Хотя о логоволене мы сейчас еще поговорим, да Ибо логоволен здесь тоже присутствует Вот, поэтому, в принципе, как бы Как бы и кальян нормальный, я думаю, сойдет, да Для поддержания общей атмосферы Вот, но в данный момент у нас сейчас кальян стоит притушенный, да И мы будем дегустировать Несколько слов о Black Battle Я, кстати, был удивлен, что до сих пор нет ни одного вразумительного обзора Ну, кроме какого-то такого пьяного, развеселого Не будем об этом Вот, на вот этот замечательный бренд Я его купил буквально недавно в сети ОК с шикарной 50% скидкой По совету некоторых ребят из клуба любителей виски За что ребятам огромный респект Потому что я вот сейчас вот уже просто вот поверхностно проносировал этот виски Я понимаю, что я его однозначно не зря взял Вот, виски примечательен тем, что И он не просто примечательен, он уникален тем, что В состав вот данного бленда Это единственный blended скотч виски В состав которого входит 7 сингл молтов с острова Айла То есть здесь 7 островников Логовулин, Лафрок, Артбек, Бомо и еще 3 Информация где как Кто-то говорит, что здесь вот до 30% островных виски И остальное это, ну, зерновые виски, да Вот, кто-то говорит, что зерновых здесь не так уж и много Ну, как бы, эта информация у нас скрыта Скрыта Ну, будем пробовать, собственно говоря Пару слов о производителе Значит, ну, как заявлено, в 1879 году братья Грэмы Которые занимались, внимание, продажей Транспортировкой, продажей чая То есть основали компанию Ну, которая в итоге превратилась в Gordon Graham & Company То есть один из братьев как-то подмял имена двух других Но, видимо, был тот еще Тот еще нарцисс Вот, то есть в итоге, значит, такая вот уникальная компания Которая производит, значит, замечательные виски Собственно, давайте мы его попробуем, да Как бы, я не силен в историях Вот, давайте Перейдем непосредственно к напитку И сразу, сразу, значит, хочу обратить внимание Вот цвет напитка, как я уже говорил, да Вот я сейчас, не знаю, как вам будет видно, нет Я вот смотрю на фоне стены как раз-таки белый И, ну, не знаю, мне цвет сразу напомнил цвет белого портвейна Белого портвейна такой, не знаю, очень приятный Вот, тело у него, ну, как на мой взгляд Такое весьма-весьма маслянистое Весьма, значит, вот так вот, вот так вот мы смотрим Как у нас вот эти вот, да Ножки, ножки стекают Вот, ножки стекают Все, давайте, значит, проносируем этот виски Я думаю, что он уже достаточно раскрылся Вот, ну, сразу, сразу волшебно, знаете Вот, очень интересно Я в нем чувствую какую-то винную ноту Как ни странно, да Хотя, вот, сколько я читал о нем обзоров Ну, ничего подобного я Ну, про винную я не помню Я помню, что говорили, да, там про, значит, островные дела Да, то есть там про торфяные дымные виски Вот, это, безусловно, да, здесь это присутствует Но, знаете, так легонечко, легонечко Как-то оно вот так вот То есть, да, чувствуется и дымок, и торф Но они чувствуются весьма поверхностно И, то есть, обычно же там, как там Такой сухой, соленый аромат, да Здесь я бы не сказал, что он сухой Здесь он Здесь он Здесь я даже некую сладость чувствую Значит, сладость Винность Ну, соль, торф Фруктовость тоже определенно есть Короче, знаете, как Вот, действительно Какой-то такой очень интересный купаж Я сходу не могу о нем сложить Какое-то впечатление Да, но он однозначно интересный Однозначно, это из того Из всего того, что я пил из категории blended Да, это не похоже ни на что Это интереснее, гораздо интереснее всего Ну, давайте пробуем Ваше здоровье, наше здоровье Здоровье всех тех, кто здесь живет И будет так или иначе попадать к нам в кадр Левая половина моего рта сейчас Явно почувствовала соль Соль, и вот, да Когда его пробуешь на вкус Вот она, вся вот эта островная тема Она чувствуется Но, конечно, гораздо Гораздо легче, чем у того же Лафрога или Лаговулина Еще глоток Сразу еще глоток Очень-очень-очень приятные виски Кстати, я забыл сказать, да По поводу спиртуозности Вот, в момент носирования И в момент носирования И в момент, когда я его сейчас попробовал Ну, спиртуозности практически не ощущается Давайте, друзья, еще глоток Такой завершающий Ваше здоровье Вот сейчас я его, кстати, когда Пил, да, я так вдохнул И еще больше сладости У меня открылось Еще больше сладости Может быть, даже что-то медовое Такое появилось В аромате Во вкусе Он не, ну так, вы знаете, воздействует Не немеет от него челюсть Десны Да, послевкусие определенно сладкое Не знаю Посчитал бы его кто-то долгим, недолгим Но Вот я сейчас чувствую сладость Я чувствую сладость Какие-то фрукты Вот эти дымные дела Дымные торфяны Которых было совсем чуть-чуть Они как-то вот отошли И остается что-то такое фруктовое В общем, замечательные виски Могу однозначно рекомендовать Если вот, допустим, вам повезет Увидеть его так же Вот, как и мне Там в пределах полутора тысяч рублей Там с копейками Может быть, там Тысяча шестьсот, тысяча семьсот Ну, однозначно порекомендую взять Это однозначно интереснее Чем, допустим, какие-то Двенадцатилетние бленды По типу, там, Black Label Или, там, Dewars Двенадцати лет Здесь выдержка заявляется На контр-этикетке от трех лет Однако на всех сайтах Информация, что в основном от пяти лет Не знаю, как она на самом деле Напиток однозначно интересный Поэтому наши категорические рекомендации Будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok